Доброго времени суток, уважаемые зрители, вы снова на канале Остроумно, где мы делимся с вами полезной и просто интересной информацией в этом выпуске. Наполняем дом удачей, 9 распространенных ошибок фэншуй и как их исправить. Согласно фэншуй, дом – это то место, где живет счастье человека. И хотя с научной точки зрения эти древнекитайские знания являются предрассудком, трудно поспорить с тем, что в них есть логика. Правильно оформив быт, можно создать уют, привлечь в жизнь богатство и любовь. Однако новички, которые интересуются фэншуй, на практике часто применяют эти знания неправильно. Сейчас мы рассмотрим самые распространенные ошибки, а также дадим некоторые рекомендации по их исправлению. Первое. Вы не готовы избавиться от хлама. Большинство людей боятся выбросить старые и ненужные вещи, но при этом всячески стараются навести дома фэншуй. Просто запомните, беспорядок истощает жизненную энергию ци, и никакая расстановка мебели, согласно всем правилам, не поможет, если ваши шкафы забиты хламом. Второе. Кровать, диван или письменный стол не смотрят на дверь. Подсознательно человек чувствует себя более безопасно и комфортно, если он может контролировать пространство и видеть, когда кто-то заходит в комнату. Часть мозга, которая отвечает за инстинкты выживания, в таком случае сможет расслабиться, поэтому убедитесь, что вы не сидите спиной к двери на протяжении длительного времени. Если сделать перестановку мебели невозможно, поиграйтесь с зеркалами, чтобы вход в комнату всегда был виден. Третье. Над кроватью или рабочим местом висят большие картины или другие предметы декора. Никто не сможет чувствовать себя в безопасности, когда над его головой висит что-то большое, и пусть картина приколочена очень крепко, но раз в год и палка стреляет, как гласит народная мудрость. Поэтому фэн-шуй рекомендует избавиться от массивных предметов на стенах. Четвертое. Вы не устанавливаете приоритет комфорта. Мы часто выбираем для дома красивые и стильные предметы, но при покупке не всегда задумываемся об их практичности и удобстве. Острые углы, шаткую мебель и колючие кактусы наш мозг может подсознательно воспринимать как опасность. Таким образом, чтобы вы могли чувствовать себя дома спокойно, выбирайте вещи, которые не будут представлять никакой, даже минимальной угрозы. Пятое. Дома висят картины, которые приносят несчастье. Всегда нужно задаваться вопросом, как картины в вашем пространстве влияют на жизнь. Все вокруг человека должно каким-то образом поддерживать его намерение, поэтому подумайте о том, чтобы избавиться от картин, которые символизируют несчастье, болезнь или одиночество, разместив взамен то, что приносит ощущение радости. Шестое. Вы продолжаете пользоваться предметами, которые нуждаются в ремонте. Или отремонтируйте вещь сразу, или задумайтесь над тем, чтобы от нее избавиться. Поломанным предметам в доме не место. Седьмое. Элементы фэн-шуй в вашем доме не находятся в гармонии. Если в доме есть все пять элементов – дерево, огонь, земля, металл, вода – и они находятся в количественном равновесии и расположены правильно, то энергия ци циркулирует свободно, способствуя достижению гармонии и благополучия. Избыток одного из элементов может принести в дом напряжение или ощущение дискомфорта. Восьмое. Вы уделяете слишком много внимания конкретному результату. Например, вы обустраиваете свое жилье по фэн-шуй для того, чтобы спасти отношения, но они все равно продолжают портиться. Вы пытаетесь понять, почему система не работает так, как ожидалось, а реальные положительные перемены в других областях остаются незамеченными. Девятое. Вы не относитесь к своему дому, как к жилому пространству. Не нужно пытаться создать идеальный интерьер. Если вы понимаете, что такая обстановка не будет вас радовать. Самое главное, чтобы вы чувствовали себя дома комфортно, как дома. Не делайте из своего жилья музей. Если задаться целью, исправить эти ошибки не составит особого труда, а там и положительные перемены не заставят себя ждать. В любом случае, вам будет приятнее находиться дома, а это очень важно. Это все, что мы хотели вам рассказать. Подписывайтесь на наш канал, жмите колокольчик, а также не забудьте перейти на наши странички в инстаграм и фейсбук. Ссылки есть в описании. Услышимся!